Медные, латунные, железные и даже алюминиевые. На углях, жару или специальном нагревательном камне – душе. Как вы уже догадались, речь идет об уникальной коллекции утюгов, представленной на выставке «Свет и уют тут» Олегом Зубарем, председателем Комитета профсоюзов «Брестэнерго». Каждый экспонат неповторим, будь то гладильный образец польского часа или имперской России. Кстати, раньше утюги были дорогой вещью, символом достатка и благополучия, который весил ни много ни мало – порядка 10 килограмм. При литье их украшали орнаментом, их передавали по наследству от матери к дочери. Однако, несмотря на солидный статус и украшения, утюг был призван в первую очередь разглаживать, а уже потом быть предметом искусства. Среди привезенных из Германии, Польши, Болгарии и других стран постсоветского пространства экспонатов, в коллекции Олега Зубаря есть, по его словам, особо раритетные. Могу показать очень редкий утюг советского периода, порядка 1950-60-х годов, сделал из алюминия. Они очень мало были, скажем так, тиражом выпущены, поэтому они очень редкие. Утюг польского часу, скажем так, кога дракона, просто на роде называется. Здесь был, это угольный утюг. Вкладывались угли, нагревался, таким образом действовал. Кстати, по мнению ученых, первым утюгом был обычный камень, хотя археологи утверждают, что в первобытности шкуры гладили и отполированные костью мамонта. Время шло, утюг переживал эволюцию. Вскоре появились совсем маленькие утюги, при этом весили примерно по полкило. Так называемые манжетники. Для разглаживания мелких деталей на одежде, в том числе воротничков. Они также были представлены на выставке и очень пришлись по душе юным посетителям. Мне понравился утюг, которым гладят манжетки, рукава. Но ты его в руках держал? Да. Ну и как, тяжелый? Легкий. То есть ты бы гладил таким утюгом? Да. Мне понравилось буквально все, потому что очень интересно выглядело, все было очень интересно. Какой экспонат стал твоим любимым? Утюг. Какой? Которым нужно гладить в манжетки и воротнички. Сегодня на выставке я узнал, что бывают угольные утюги и плитные. А какой именно утюг тебе понравился больше всего? Угольный. Продолжением темы о тепле и уюте стала экспозиция источников света, начиная от факелов, заканчивая современными лампами и бра. Свечи в старинных канделябрах, лампады, керосинки времен 19 века и, наконец, популярные советские светильники в виде различных животных. Однако особый интерес в этой части экспозиции представляли колокольчик для тушения свечей на люстрах, а также латунные ножницы образца 19 века. Самое интересное, наверное, у нас, есть таких у нас два экспоната, именно посвященные лампе. Это колокольчик для тушения свечей на люстрах, которые находились. И такие специальные ножницы, очень достаточно редкие, я их в этом году привезла с отпуска, вот, которыми тушили свечи. Они не просто тушились, они именно сделаны как ножницы, то есть они тушили свечи и сразу срезали вот этот вот фитилек, который, чем больше фитилек, тем он больше дает копоти. Он специально срезался таким образом и вот так вот, очень интересная такая штучка, дети тоже потом посмотрят, как попользоваться ей смогут. Вернисаж «Свет и уют тут» – своеобразная ретроспектива предметов быта, которые в разные эпохи создавали и создают атмосферу тепла и зажигают тот пресловутый домашний очаг в каждом доме и семье. Ощутить, какой она была у наших предков, можно посетив выставку в музее Брест-театральный, которая продлится до 1 февраля 2016 года.